слава украине привет всем от полонского бавовна бавовна аж в челябинске я не знаю какое расстояние от украины несколько тысяч километров это уж точно это где-то там по моему на урале я вот только не знаю это до того места где белые медведи на балалайке играют или это за ним сразу но где-то вот там вот это где настолько суровые люди и вот этот вот с красными трюселями еще бегал помните да вот там вот в этом районе значит сегодня вечером у них же весь раньше наступает спать ложатся люди да как то тогда значит у них сегодня вечером была ярчайшая такая вспышка как она выглядела можете посмотреть у нас на телеге ссылка как обычно внизу в описании к данному ролику ярчайшая вспышка но у расистов с перепугаем показалось что это даже был метеорит упал вот но это был не метеорит это гахнулась подстанция вот ну что дрон это или не дрон пока что как говорится не знаю трудно сказать может быть даже и не дрон почему потому что ну далеко далеко не лучшие погодные условия хотя я помните еще где-то полгода назад назад наверно говорил что у нас появляются дроны с дальностью действия 3000 километров то есть теоретически мог быть и дрон мог долететь да ну то есть сутки будет там чем чекувать но долетит в результате да вот но факт не в этом факт в том что была ярчайшая вспышка то есть бабах был сумасшедший на одном из видео слышен явно слышен звук взрыва может это был подрыв может дрон может местные партизаны антифашисты сработали это пока неизвестно вполне реально я все-таки думаю что скорее всего это либо партизаны антифашисты либо это тупорылая авария со стороны расистов но почему-то да взрыв был взрыв явно есть на одном из видео именно звук то есть если сгорела подстанция она бы сгорела то и сгорела бы а там был бах а потом вспышка то есть ну как то так звук не бывает когда оно просто горит само по себе понимаете вот ярчайшая вспышка на просто весь город ночью осветило город же там не маленький после чего в части города и в прилеглых целых там как она у них называется деревня в деревнях погас свет когда появится света ушла ушла в мороз и сказала что вернется не скоро потому что подстанция сгорела вот так вот ребятки я тысячу раз расистов предупреждал если вы думаете что вы можете безнаказанно бомбить украину ну так вы серьезно ошибаетесь просто потому что у вас очень длинная протяженная коммуникации сколько бы у вас не было вот этих вот полицаев вы на каждом километре газовой трубы или на каждом километре электро этих линий или возле каждой электропостанции по полицаю не поставить у вас их тупо не хватит сколько у вас там не было вот поэтому ну что тангот станцуем вдвоем